Семейный ансамбль Королёвых на межрегиональном фестивале Душа Баяна выступили в таком составе впервые. Мама Наталья играет на баяне, младший сын Павел на балалайке, а старший Анатолий на различных народных ударных. Создать такой ансамбль Наталья решила, чтобы у детей был стимул чаще играть на музыкальных инструментах. Теперь Королёвы выступают на различных конкурсах и фестивалях. Есть такая творческая номинация, которая посвящена, что-то должно быть связано с баяном. А поскольку всегда у нас называется композиция «Деревенские посиделки», и ни в коем случае обычно не проходили они без нашего инструмента, без баяна. В этом году областной этап межрегионального фестиваля Душа Баяна посвящен 170-летию Самарской губернии. Организатором этого всероссийского события стал заслуженный артист Российской Федерации Сергей Войтенко. Участниками фестиваля стали не только музыкальные коллективы, но и хореографы, чтецы и актеры. Главные условия – использование баяна в качестве аккомпанемента или сольного выступления. Раскрываюсь с баяном на все 100%. Живу, живу, короче. Баяна – это даже слов нет. С 18 августа по 5 сентября по всей Самарской области проходят отборочные туры. В Самаре центральным местом проведения фестиваля стал ДК «Октябрь». Ежедневно там выступают до 25 коллективов и солистов. Каждому выдают диплом. В жюри – участники группы «Баянмикс» Ренат Димаев и Сергей Котков, а также баянист Юрий Салаев. На фестивале царит просто праздник. У всех хорошее настроение, у всех эмоции зашкаливает. Все замечательно, все здорово. Мы видим много разных коллективов, много самородков. И самых лучших, конечно, мы выявляем и будем рекомендовать на галоконцерт. Заключительный галоконцерт и церемония награждения запланирован на сентябрь. В 8 номинациях будут выбраны лучшие коллективы Самарского региона. Также специальными дипломами будут отмечены самые юные и возрастные участники фестиваля. Михаил Гермоленко, Никита Колосов, Николай Епифанов. События.